Постельные принадлежности Bedding linen Или просто bedding Подельные принадлежности Постельное белье То же самое Bedclothes Простыня Sheet Или flat sheet Подушка Pillow Наволочка Pillow case Кейс это любая оболочка Для одеяла Blanket case Портфель в котором вы носите бумаги Кейс Это портфель Корочки для документа Кейс Могут также сказать Кава Кава И также Слово кейс в чистом виде Это случай In this case В этом случае In such case В таком случае In this case В этом случае In such case В таком случае In this case В этом случае In such case В таком случае Pillow case Это наволочка Pillow case Blanket Одеяло Blanket Одеяло Легкое Стеганное Одеяло Duvet Это слово французского происхождения Duvet Дювет Легкое стеганное одеяло Duvet Дювет Пуховое одеяло Пуховое одеяло Ну, наверное, стеганное Duvet Потому что стеганное A quilted duvet A quilted duvet A quilted duvet Пуховое стеганное одеяло A quilted duvet Покрывало Bad spread Bad spread Bad spread А слово Spread Разравнивать Разравнивать Spread Разравнивать Bad spread Покрывало Bad spread Bad spread Bad spread Bad spread Например, на маргарине может быть написано только для намазывания, то есть нельзя на нём жарить. Только для намазывания. Это когда пишется так на маргарине. Итак, покрывало, слово «спред» разравнивать. Также есть и другие синонимы к слову «покрывало», английские синонимы. «Бедспред», «каунтерпейн» и «кавелет». «Бедспрейн», «каунтерпейн», «кавелет». «Бедспред», «каунтерпейн», «кавелет». «Каунтерпейн» Это стёганное или вязанное покрывало. «Каунтерпейн», «каунтерпейн», «стёганное или вязанное покрывало». «Бедспред», «бедспред», «каунтерпейн», «каунтерпейн», «каунтерпейн». «Шерстяное покрывало». «Вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий» это «шерстяной». «Кавелет», «покрывало», «шерстяное покрывало». «Вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет», «вулий кавелет». «Я люблю спать под шерстяным одеялом». I like to sleep under a woolen blanket. Здесь звук Р произносится, потому что за ним идет гласное. I like to sleep under a woolen blanket. I like to sleep under a woolen blanket. Так, blanket это одеяло. Стеганное покрывало, еще раз повторим, еще один синоним. Квилт, покрывало или одеяло, стеганное. Так, а вот еще пуховое есть. Пуховое стеганное одеяло из пуха. Пуха. I'de down. An I'de down. An I'de down. An I'de down. An I'de down. I'de down это пух. И I'de down это пуховое одеяло. An I'de down. An I'de down, если с артиклем произносить, с неопределенным. I'de down. I'de down. Пуховое. Пуховое стеганное одеяло. И еще один синоним. Стеганное пуховое или ватное одеяло. Стеганное пуховое или ватное одеяло. Это слово легче запомнить, конечно, чем I'de down. Камфетер. Камфетер. Стеганное пуховое или ватное одеяло. Камфетер. 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 Слово камфетер еще означает теплый шарф. Теплое кашне. И действительно, когда обматываешь шею теплым шарфом, чувствуешь себя очень комфортно. Камфетер. Это теплый шерстяной шарф и также теплое стеганное пуховое или ватное одеяло. Камфетер. 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 Также еще пустышка и соска. Тоже камфетер. 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 Так, пример. Все эти долгие зимние ночи они проспали под толстым пуховым одеялом. They snoozed through those long winter nights under a sick down comforter. Толстые стеганное одеяло. They snoozed through those long winter nights under a sick down comforter. Under a sick down comforter. Так. Проспали. Тут имеется... Так, про храпели, если дословно произносить переводить. Так. Пододеяльник. Одеяло. Одеяло blanket. А пододеяльник blanket cover. Blanket cover. Бланкет cover. Бланкет cover. Так. Наволочка. Pillowcase. И еще есть слово pillow sleep. Pillow slip. Наволочка. Pillow case. Pillow case. Pillow case. Наволочка. Pillow sleep. Pillow sleep. Pillow sleep. Pillow sleep. Лоскутное одеяло. Лоскутное одеяло. Пододеяльник я уже говорила. Бленкет кава. Бленкет кава. Еще можно сказать бленкет слип. Бленкет слип. Пододеяльник. Бленкет слип. blanket slip blanket slip или quilt cover quilt cover quilt cover quilt cover нам уже blanket одеяло и quilt одеяло а кава это то что сверху кладется поэтому можно сказать quilt cover под одеянием quilt cover quilt cover quilt cover quilt cover quilt cover или quilt slip quilt slip slip это тоже сверху наволочка поэтому quilt slip sleep это можно заменить слово кава кава сверху кладется и slip сверху тоже поэтому blanket cover или blanket slip quilt cover или quilt slip это будет под одеянием blanket cover blanket cover blanket cover blanket slip blanket slip blanket slip blanket slip blanket slip или quilt cover quilt cover quilt cover quilt cover под одеянием quilt cover quilt cover или quilt slip quilt slip quilt slip под одеянием quilt slip Так, постельное белье bedclothes Покрывало counterpain Тоже уже говорили Покрывало bedspread Сделить простынь To spread the sheet To spread the sheet on the bed Сделить простынь на кровати To spread the sheet on the bed 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 Sheet, простынь, обязательно долгая и Потому что краткая и это будет фекалии To spread the sheet on the bed А если скажете To spread the sheet on the bed То это будет Ну, это будет просто глупо звучать To spread the sheet on the bed Сделить простынь Так, матрас Матрес, матрес, матрес Или тюфьяк Пружинный матрас A spring mattress A spring mattress A spring mattress Пружина spring Spring, 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 spring Также еще spring это весна Spring, точно такое же написание Spring весна Spring еще источник переводится To spring Пружинить Пружинный матрас A spring, 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 Фезобед. Перина. От слова перо. Феза. Фезобед. Перо феза. А бед это кровать. Перо и кровати будет перина. Фезобед. Фезобед. Перина. Взбивать перину. Трести шейк. Шейкап. Встряхивать. Вверх вниз всяко шейкап. To shake up a feather bed To shake up a feather bed Взбивать перину To shake up a feather bed Подушка, мягкая подушка A soft pillow Soft это мягкий A soft pillow A soft pillow A soft pillow Soft это еще программное обеспечение компьютерное так называют Soft pillow, мягкая подушка Жесткая подушка Hard pillow Hard pillow Hard pillow Hard pillow Жесткая подушка Мягкая подушка Это soft pillow. Взбивать подушку. Можно, конечно, тушейкап потрясти. Но обычно подушку не трясут, а бьют кулаком, а взбивают. To punch the pillow. Punch – это удар. Удар кулаком. To punch the pillow. To punch the pillow. To punch the pillow. Или просто to punch a pillow. Если в общем смысле неопределенную подушку. Взбивать подушку. To punch a pillow. 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 Взбивать подушку. To punch a pillow. А пирину – тушейкап фезе бед. И подушку из пера тоже взбивают. Не бьют кулаками, а взбивают. Я так думаю. Ну, можно и взбивать, трясти. To shake up. Можно и to punch. Вывернуть наволочку наизнанку. Вывернуть наволочку наизнанку. Можно, чтобы это всё по-английски сказать. Все вот эти действия, которые в спальне мы готовим, когда постель, сколько надо знать слов и выражений. To turn a pillow case inside out. Inside – это внутри. А out – это наружу. И получается, внутренность наружу выворачивают. To turn a pillow case inside out. To turn a pillow case inside out. Вывернуть наволочку наизнанку. To turn a pillow case inside out. To turn a pillow case inside out. Так, шотландский плед. Шотландский он в клеточку. В клеточку. Пляд. 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 Это плед. Плед шотландский. Видимо, происхождение его шотландское. Шотландский плед. Он обычно в клеточку. У меня такой плед был. Пляд, плед, плед, плед. Также ещё можно сказать татенпляд. Татенпляд, 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 татенпляд. Тоже шотландский клетчатый плед. Так, пододеяльный бланкет кава. Бланкет кава, мы уже говорили. Соломенный тюфяк. Соломенный тюфяк или соломенный матрас. Сейчас, конечно, такие могут использовать, конечно. Люди, которые увлекаются натуральным всем. Натуралы всякие. Вот они могут, конечно, использовать соломенный матрас. Я думаю, что сейчас это даже может такое встречаться. В целях оздоровления может быть. Солома – это строу. 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 А соломенный матрас? Строу. Строу. Строу матрас? Строу матрас? Строу матрас? Но можно также сказать Строу бед? 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 одеяло. To spread the blanket. To spread the blanket. To spread the blanket. To spread a blanket. The blanket это когда в конкретной ситуации. Так, взбивать пилину. To shake up a feather bed. To shake up a feather bed. Взбивать пилину. To shake up a feather bed. To shake up a feather bed. Так, и оборка внизу кровати. Dust ruffle. Рафл это оборка, а dust это пыль. То есть если дословно переводить, это оборка, которая собирает пыль. Ну вот, очень забавно, но это значит оборка внизу кровати. Так и называется. Dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle. А оборка внизу кровати. Dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle, dust ruffle. Ну и фразы, примеры на эту тему. Моя спальня – любимое место в доме. My bedroom is my favorite place in the house. Она не очень большая, но удобная. It isn't so big, but it's comfortable. В комнате всё жёлтого и зелёного цвета. Everything is yellow and green in the room. У меня есть кровать, гардероб, письменный стол, стул и несколько книжных холок. I've got a bed, a wardrobe, a desk, a chair, and some bookshelves. I've got a bed, a wardrobe, a desk, a chair, and a few bookshelves. I've got a bed, a wardrobe, a desk, a chair, and a few bookshelves. I've got a bed, a wardrobe, a desk, a chair, and a few bookshelves. I've got a bed, a bed, a wardrobe, a desk, a chair, and a few bookshelves. Или some bookshelves. Some bookshelves. Или a few bookshelves. У меня нет телевизора. I haven't got a TV. 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 Столк стоит под полками. The desk is under the shelves. Гардероб стоит рядом с кроватью. The wardrobe is next to my bed. The wardrobe is next to my bed. Зелёный стул находится перед жёлтым столом. Да, здесь звук р надо произносить перед гласным. Конечно, большой ошибки не будет, если и не произнести, но перед гласными звук р здесь произносится на конце слов. На стенах висят плакаты с моими любимыми певцами, а на столе стоит компьютер. There are posters. There are posters. Postery или плакаты. There are posters with my favourite singers on the walls. And there is a computer on the desk. There are posters with my favourite singers on the walls. And there is a computer on the desk. 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 Моя спальня классная. My bedroom is great. 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 Is great. Я люблю проводить время в моей спальне. Можно сказать, I enjoy spending time in my bedroom. Она маленькая, но уютная. Здесь есть письменный стол, чтобы я делала домашнее задание. This is a desk to do my homework here. Sorry, there is a desk. There is a desk to do my homework here. There is a desk to do my homework here. На столе есть компьютер, самая важная вещь в современное время. There is a computer on the table. There is a computer on the table. There is a computer on the table. It is the most important thing in modern times. It is the most important thing now. It is the most important thing now. It is the most important thing in modern times. С его помощью я выполняю трудные домашние задания. А в свободное время слушаю музыку и смотрю любимые фильмы. Using the computer, I do difficult homework. Using a computer, I do difficult homework. And in my free time, I listen to the music and watch movies. And in my free time, I listen to the music and watch movies. Также есть шкаф, где хранится моя одежда, тумбочка для личных вещей и, конечно же, кровать. There is also a wardrobe where my clothes are stored. I have a bedside table for personal belongings and, of course, there is a bed here. There is a bed here. В центре комнаты большой пушистый ковер, который удачно сочетается с обоими на стенах. There is a large fluffy cupboard in the center of the room. There is a large fluffy cupboard in the center of the room. It successfully combines with the wallpaper on the walls. В моей комнате есть большое окно, через которое я смотрю на оживленную улицу. My room has a large window, through which I look at a busy street. Солнечные дни я предпочитаю использовать жалюзи. Чтобы солнечные лучи не причинили вред цветам, которые стоят на подоконнике. In sunny days, I prefer to use blinds, жалюзи. So that, для того, чтобы... The sun rays, солнечные лучи, don't harm, не причинили вреда. The flowers, цветам, that stand on the windowsill, которые стоят на подоконнике. In sunny days, I prefer to use blinds, so that the sun rays, don't harm the flowers, that stand on the windowsill. So that the sun rays, don't harm the flowers, that stand on the windowsill. На стене несколько книжных полок, где находятся книги. There are several bookshelves on the wall. Я люблю проводить время в моей спальне. I enjoy spending time in my bedroom. I enjoy spending time in my bedroom. I enjoy spending time in my bedroom. Well, also, I'd like to look at one more paper. Несколько лет назад я уже собирала лексику на эту тему. И сейчас хочу посмотреть, проверить, сравнить, всё ли я на этот раз включила. Все ли слова я включила в этот список слов, которые я составляла вот в этом двадцатом году. Это я составляла в четырнадцатом году. Так, радиочасы, радиоприёмник с часами. Clock radio, clock radio, clock radio, clock radio, clock radio, clock radio, clock radio. Табуретка, stool, зеркало в полный рост. Full length mirror, 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 full length mirror. Это межзубная S. Так, chest of drawers, комод, chest of drawers, встроенный шкаф, built-in wardrobe, built-in wardrobe, built-in wardrobe. Также ещё fitted wardrobe, fitted wardrobe, fitted wardrobe, вешалка в виде трубы, rail. Вешалка, вешалка, плечики, hangar, hangar, hangar. Вешалка с крючками, rack, 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 настенная вешалка с крючками, как в прихожей. Ванная комната, индивидуальная ванная комната. Это слово французского происхождения. Открыть штору. Открыть штору. Открыть занавески на окне. Открыть занавески. to draw the curtains, 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 to draw the curtains. To draw the curtains – это задёрнуть занавеску, закрыть занавеску. А to open the curtains – это открыть. I am very sorry for this mistake. To draw the curtains – это закрыть занавеску, задёрнуть занавеску. To draw the curtains – задёрнуть занавеску. Тут розы кёртон задёрнут за навёзку. Крючок. Крючок. Хук-хук-хук. Хук-хук-хук-хук. Так, конторка, письменный стол, бюро. Бюро, 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 бюро. Такой письменный стол, конторка, стоя, за которым пишут стоя. Ну вот, сейчас встречаются и бывают такие бюро, 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 бюро. Это конторка, бюро, 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 бюро. Занавеска кёртон. Некст. Некст. Винчи. Окей. Окей. Судин. Ох, от last. Кондиционер, air conditioner, blinds, жалюзи, с головы кровати, headboard, жирный матрас, бокс стрим, матрас, стёганное одеяло, quilt, покрывало, bedspread, bed, cool, jack, bed, side table, roll, cool, job, draw, bed, это всё мы повторяли, банк, bed, двухъярусная кровать, это всё мы повторяли хорошо. Так, вот слово футон, 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 футон. Футон, это хлопчатобумажный матрас. Хлопчатобумажный матрас. Футон, 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 футон. Матрас, который стелится на пол. Видимо, это в Японии принято. Из японского языка. Футон, 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 футон. Так, флафи, пушистый, а, это подушка из пушистого хлопка. Флафи, коттен, пилу. Коттен, это хлопок. Коттон у нас ещё говорят. Флафи, коттен, пилу. Флафи, коттен, пилу. Подушка из пушистого хлопка. То есть, набитая пушистым хлопком. Флафи, коттен, пилу. 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 Так, также ещё есть подушки. Видимо, из микрофибры. Так, and the last. Пуховая подушка из пера, feather pillow, feather pillow, скорее всего из пуха, feather pillow, feather pillow, межзубное зе, feather, межзубное, feather pillow, перо. We kill ducks and geese, мы убиваем уток и гусей. We take all its feathers, their feathers off, обдираем их, and we stick them in a pillow. И набиваем эти перья, пух, подушки. Так, feather pillow, feather pillow, feather pillow, feather pillow, перьевая подушка. Так, покрывало. Ну, это, тут бланкет одеяло, покрывало. Камфета одеяло. Кава покрывало. Дувей покрывало. Квилд одеяло. Бэтспред покрывало. Так. А бэтсайд тейбл. Тумбочка возле кровати. Повторили. Так, комод. Дресса. Дресса. Честов дроиз. Дроиз – это ящики выдвижные. Выдвижной ящик для нижнего белья. Анделуэр дроа. Анделуэр дроа. То есть, в каждый выдвижной ящик хозяйка кладёт что-то определённое, сортирует. Например, нижнее бельё. Анделуэр дроа. Анделуэр дроа. Для нижнего белья. Выдвижной ящик, ящик для носков. Сок дроа. Сок дроа. Сок дроа. Сок дроа. Пенс дроа. Пенс дроа. Пенс дроа. Англичане пенс называют трусы. Трусы. Американцы – брюки. Но выдвижной ящик, значит, это трусы. Пенс дроа. Пенс дроа. Ящик для трусов. Пенс дроа. Пенс дроа. Есть ещё. В ящике можно класть также свитера. Света дроа. Света дроа. Шёрт от рубашки. Шёрт сент света дроа. Но это уже зависит от хозяйки. Так. Алам клок. Будильник. Алам клок. Кнопка повтора на будильнике. Snooze bar. Snooze bar. Snooze bar. Или snooze button. Snooze button. Snooze button. Snooze bar. Snooze bar. Ударить по кнопке повтора. Нажать. Тут ударить. Установить будильник на 7 часов утра. Установить будильник на 6 утра. Бывают гардеробные в виде комнаты. Вот тут как раз слово такое. То есть гардеробные в виде комнаты, сейчас это очень модно, в которые можно войти. У нас в хрущевских квартирах такие были кладовки. Мы их называли кладовками. Фактически у меня это была гардеробная. Я её устраивала как гардеробную. Там у меня висела одежда, обувь лежала. Гардеробная. Гардеробная. Это не гардероб один в виде мебели. А это комната. A walk-in closet. A walk-in closet. A walk-in closet. А гардероб, как шкаф, это closet. Или cupboard, или wardrobe. Так, закрывать. To close. Или to shut. Есть также ящики и шкафы для обуви. Шукабэд. 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 Это также является и кабинетом. То там, конечно, всё есть и для... Всё, что есть в кабинете. В рабочем кабинете. Усилители или динамики. Это speakers. 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 Так, waste bin. Это... Waste bin. Это корзина. Мусорная корзина. To iron. Гладить. To press. Гладить. Имеется в виду бельё. Curtain занавеска. To close. Закрыть. The curtains. To draw. The curtains. Задёрнуть. Занавеску. To go to sleep. Ложиться спать. To go to sleep. To go to sleep. To go to sleep. To go to sleep. Уснуть. To fall asleep. 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 Уснуть. To fall asleep. To fall asleep. To fall asleep. To fall asleep. Ложиться спать. To go to sleep. to go to sleep, а уснуть to fall asleep, to fall asleep. Просто ложиться, to lie down, to lie down, to lie down, to lie down, to lie down. Раскладушка еще есть, еще один синоним, camp bed, camp bed, то есть кровать для кемпинга, для загородного, для загородных поездок. Camp bed, camp bed, camp bed, camp bed. Crammed up with things, забитые вещами. For example, my closet is crammed up with things, забитые вещами. Crammed up with things, забитые вещами. Single bed, это односпальня, кровать. И вот еще есть слово интересное, полутораспальня, кровать. Three quarter bed, three quarter bed. Квота, это четверть, три четверти. Кровать в три четверти, полутораспальня. Три четверти, полутораспальня, кровать. Распахнуть, to throw open, to throw open, to throw open the windows. Например, распахнуть окна, to throw open the windows, to throw open the door, распахнуть дверь. To throw open, распахнуть, to throw open, распахнуть. Комод еще называют не только chest of drawers, но еще loka. Пуфик, pad, pad, pad. Вот слово тоже интересное. Трильяж. Значит, зеркало у нас мира. А здесь трильяж. 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 Постельное белье было. Bedding, bedclothes. Кавлит покрывало. Так, гладильная доска. Iron in board. Iron in board. Iron in board. Iron in board. Окей. It is all. Concerning. Concerning. Bedding. Bedroom. Bedroom. Окей. The next topic is... Следующий... Не топик, а... Лексика. Набор лексики на тему кабинет. Кабинет. Study. 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 Это рабочий кабинет. Кабинет для занятий. Study space. Study space. Study space. Study space. Study space. Отвести комнату под кабинет. To design the room as a study. 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 Отвести комнату под кабинет. Его кабинет уютнее, чем гостиная. His study is more home-like than the drawing room. Drawing room. Это один из эквивалентов слова гостиная. Английских эквивалентов. Его кабинет уютнее, чем гостиная. His study is more home-like, is more home-like than the drawing room. His study is more home-like than the drawing room. His study is more home-like than the drawing room. Is more cozy than the drawing room. Cozy, уютный. His study is more cozy than the drawing room. Из этой комнаты выйдет хороший кабинет. This room will make a good study. Весь кабинет был заставлен столами и полками. Столами и полками. Деск – это письменный стол. Шелф и шелфс – это полки. И вот интересное очень такое выражение. The study was all desked and shelved. То есть они были заставлены столами и полками. В глазах детей кабинет отца всегда был святая святых. А это переск – это палец. И дверь язык всегда было освещено со всеми slappe. В глазах людей case были superb. Гостиная была превращена, переделана в кабинет. То есть, гостиная стала служить кабинетом. The drawing room was turned into a study. Turned into a study, превратили её в кабинет. The drawing room was turned into a study. The drawing room was turned into a study. А мы обычно спальню превращаем в кабинет. The bedroom was turned into a study. Так, офис, офис. Часто называют домашний кабинет офисом. Офис, офис. Что в нём может быть в домашнем кабинете и на стадии? Что в нём обычно бывает? Компьютер. 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 Системный блок. Систем-юнит. 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 Экран. У системного блока. У компьютера, вернее. Скрин. У монитора. Скрин. Экран. Монитор. Монитор. Гранкоговоритель, колонка. Спикер. Это динамик. Микрофон. Майкрофон. Мышка. Клавиатура. Клавиатура. Кейборд. Клавиатура. Телефон. Все знаем. Телефон. Рабочий стол. Деск. Рабочий стол. Или офисный стол. Мусорная корзина. Вейст баскет. Вейст баскет. Вейст баскет. Вейст баскет. Вот компьютерный стул вращающийся. Свивлча. 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 Здесь два звука. В и В. В и В. Надо их различать. Разные звуки. Свивлча. Вращающееся кресло. Свивл. Свивлча. 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 Выдвижной ящик. Уже говорили. Дроа юнит. А здесь дроа юнит. Это несколько выдвижных ящиков. С тумбой стоят. Тумба с выдвижными ящиками. Дроа юнит. Дроа юнит. Дроа юнит. Или просто дроа. 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 И вот в этом дроа юнит там хранятся обычно папки с разными бумагами. Картотичный шкаф. Файлин кабинет. Файлин кабинет. Файлин кабинет. Файлин кабинет. Файлин кабинет. Ярлык. На этих шкафах, на всех офисных обязательно наклейка или ярлык. Лейбл. Наклейка или ярлык? Лейбл. Записная книжка? Нелтбук. Записная книжка? Нелтбук. Это не ноутбук. По-русски ноутбук. Это по-другому. Записная книжка? По-английски будет ноутбук. Ящик для исходящих бумаг. Out-tray. Ящик для входящих бумаг. In-tray. Папка или папка-скорошеватель. Файл. 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 Так. Органайзер. Папка или скорошеватель. Или то, или другое. Органайзер. Десктоп органайза. Десктоп органайза. Десктоп органайза. Офисное оборудование. Office equipment. Офис equipment. А какое это оборудование? принтер. Факс. Также факс. Или факс-машин. 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 Ну и ещё тут механизм, направляющий движение бумаги. Paper guide. Paper guide. Это факсы, наверное. Paper guide. Ну, что мы должны знать? Принтер, of course, принтер. Факс-машин. Ну, естественно, мы должны знать ноутбук. По-английски ноутбук это Oh, sorry. Oh, sorry. По-английски ноутбук это Laptop. Laptop. Laptop это колени. Laptop. Laptop. Мой сын называет это ноутбук наколенником. Laptop. Ну, шутку, наверное. А вообще-то это дословно переводить, оно так и будет. Laptop. 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 Это ноутбук. Ноутбук, на котором я сейчас записываю это видео, это Laptop по-английски. Laptop. 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 Далее Safe. Естественно, часто бывают сейфы в кабинете. Safe. Safe. Книжные шкафы. Bookcase. Bookcase. Книжный шкаф. Bookcase. Bookcase. Или Bookcases. Bookcases. Много книжных шкафов, когда Bookcases. Bookcases. Ещё можно сказать Librarycase. Librarycase. Также есть книжные шкафы, может, какие-то невысокие. Bookcabinet. 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 Кабинет это шкафы, обычно, невысокие. Книги Books. 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 В моих книжных шкафах хранятся книги разных жанров. My bookcases hold books of various genres. Жанры. Жанры. Это французское слово genre, стиль. Жанры. 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 Французское слово, французское происхождение genre. Жанры. My bookcases hold books of various genres. My bookcases hold books hold books of various genres. Of various genres. Художественная литература. Fiction. Документальная литература. Non-fiction. Non-fiction. I prefer non-fiction to fiction. I prefer non-fiction to fiction. And you? And what about you? Я предпочитаю документальную научную литературу художественную. I prefer non-fiction to fiction. I prefer non-fiction to fiction. I prefer non-fiction to fiction. Роман. Novel. 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 Периодическое издание. Periodical. 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 Ой. Каталог. Catalog. Catalog. Учебник. Textbook. Textbook. Текстбук. Textbook. Брошюра. Брэуша. 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 Дневник. Дневник. Diary. 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 Много... Несколько дневников. Множенное число. Diaries. 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 Справочники. Справочник. Directory. 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 Также справочник. Referencebook. 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 Rukavodство. Manual. 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 Басня Поэзия Поэтри Фэнтези Научная фантастика Мифы Мифы Надо умудриться, тут два С произнести Межзубное С и обычное С Мифы Статья Журнал Научно-популярный Джонал Я предпочитаю Научно-популярные журналы Глянцевые Потому что глянцевый по-английски Мэгазин Мэгазин А научно-популярный журнал Джонал Рукопись Мэнюскрипт 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 В общем у образованных людей Практически все это и есть Трилогия Трилоджи Путеводитель Гайдбук 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 Мистика Хожабук Мистика ужасы Хожабук 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 Литература Женская литература Чиклит Чиклит Для женщин художественная литература Это разговорное слово, видимо оно не особо литературное Чиклит Чиклит Приключенческие книги Эдвенча Букс Эдвенча Букс Последнее время я читаю электронные книжки больше, чем бумажные Литератур Последнее время Я провожу много времени за компьютером Так, можно сказать вот так I spend much time on the computer On the computer Обратите внимание на предлог I spend much time on the computer I spend much time on the computer I spend much time on the computer А можно сказать I spend much time at the computer I spend much time at the computer I spend much time at the computer On the computer On the computer Или at the computer I spend most of my time sitting in front of a computer Еще можно так сказать Я провожу большую часть своего времени сидя за компьютером Это как раз касается меня I spend most of my time Большинство своего времени Большую часть своего времени I spend most of my time sitting in front of a computer Sitting in front of a computer Sitting in front of a computer Провожу Не проводил, а провожу Настоящее время Далее После целого дня Проведенного за компьютером У нее устали глаза И затекла шея After Looking at the computer screen All day She had eye strain And a stiff neck Вот это все касается меня После того После того, как целый день я смотрю на экран компьютера У меня тоже устают глаза И затекает шея Так что это предложение Можно отнести ко мне Окоченела шея Можно сказать Она имеет окоченевшую шею After 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 looking at the computer screen All day She had eye strain And a stiff neck Бай-бай 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 Бай-бай